Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, в прошлом видео подобного рода, где я назвала 10 вещей, которые я больше не покупаю, будучи минималистом, конечно же, таким образом себя ощущаю, скоро выйдет интересный, на мой взгляд, видео «Безудержный шоппинг против минимализма». Я расскажу вам, потому что очень многие зрители мне написали, «Яна, у тебя глаз горит, ты рассказываешь о своих покупках, вот что значит для женщины шоппинг». А я расскажу вам, как я видела этот шоппинг, свой шоппинг изнутри, сколько времени я потратила, что при этом я ощущала. Мне кажется, это видео для минималистов, а также для людей, на которых часто накатывает потребительский голод, будет очень-очень интересно. Итак, я остановилась в прошлом видео на том, что я косметику себе декоративную не покупаю, и в прошлом видео меня очень-очень сильно подвел макияж, что как раз-таки один из тех случаев, когда, что называется, ее пример другим наука, потому что макияж у меня был почти 9 часов на лице, с утра накрасилась, я записывала видео примерно 3.30, я закончила записывать и тут же в машину, и за Данечкой поехала. Так вот, макияж у меня просто-напросто потек. Возможно, он был сделан изначально плохо, а потом потек, поэтому я вот против, против макияжа на повседневную жизнь, на женское лицо. Итак, еще одна вещь, которую я перестала покупать, это заранее билеты куда-то. У меня было уже несколько случаев, когда я куплю подешевле билет, например, на поезд. Очень часто я езжу в Милан, потому что там консульство, очень часто я ездила в Милан с детьми, потому что у них там модельное агентство. И вот часто мне приходилось покупать билеты, но в последний момент мы не могли поехать. Однажды консульство я рассказывала, как я паспорт себе забирала. Консульство просто прислало мне за два дня, когда уже сдать билет было невозможно. Я прислала мне письмо либо СМС о том, что вы можете в какой-то другой день приехать, но сегодня, точнее, на назначенный день мы вас принять не можем. Так же у меня случалось с детьми, кто-то заболевал, и я не могла поехать, и в последний момент я не могла уже сдать билет. И, в общем-то, я решила, что лучше я заплачу полную цену, но заранее ничего покупать не буду, потому что очень часто в моей, по крайней мере, жизни покупка заранее билета куда-то означает очень большой риск, что я не смогу организоваться именно в этот день. И означает для меня также прямо-таки вот этот стресс. Нужно, нужно, нужно в этот день, а вдруг будет погода плохая, а вдруг кто-то заболеет, а вдруг у меня нога заболит, и так далее, и так далее. Поэтому нет, билеты куда-то заранее я не покупаю. Детская одежда. Здесь у меня, наверное, исключительный случай. Я человек, который очень переборщил с шоппингом для детей. Я раздаю сейчас практически новую обувь, которую никто из моих детей ни разу не надел, просто потому что она не подходит, не подходит. Егор не успел ее износить, она ему подходила, а другие дети родились с другой ногой, то есть нога пошире, подъем повыше. Соответственно, эти дети обувь не смогли доносить после старшего брата, обувь, которая ни разу не надевалась. И я поняла, что детям нужно очень мало одежды. Вот на самом деле необходимо математически просчитать, сколько вам нужно смен одежды. Я почему-то думала, что чем больше детской одежды у меня будет, тем легче будут мои стирки, потому что они будут редко у меня организовываться. Но всегда так, что штаны изнашиваются быстрее, а, допустим, футболочки медленнее, все равно ты должна стирать эти штаны, и все равно у тебя огромное количество этих вещей, они снашиваются неравномерно. Поэтому я прямо-таки за математический подход к тому, сколько смен одежды нужно ребенку, когда он ходит в сад, сколько смен одежды нужно ребенку, когда он не ходит в сад, и сколько смен одежды нужно подростку, либо ребенку, который начал ходить в начальную школу. Это очень легко просчитать, и вас удивит то маленькое необходимое количество одежды, которое в итоге у вас выйдет. Почему-то у нас, у современных мам, у современных родителей, есть представление о том, что детям нужно много обуви, много одежды. чем больше, тем лучше. Я не покупаю прокладки, и прокладки войдут, наверное, в серию видео о том, когда я расскажу, что я купила что-то заранее, так называемые покупки в проке, до сих пор от этого в прока я не могу избавиться. И туда входили, кстати, гигиенические прокладки, которые вы не поверите, я купила до своей третьей беременности. Вот, по всей видимости, была какая-то супер промо-акция, либо я была очень-очень боязливой женщиной остаться однажды без гигиенических прокладок, я купила их в огромных количествах, до сих пор не могу доиспользовать, потому что, да, у меня появилась менструальная чаша, есть видео на канале, где я рассказываю о гигиене для женщин, о, ну да, о всех таких вопросах, насколько можно, деликатно рассказываю. Могу сказать, что менструальная чаша поменяла мою женскую жизнь, я очень советую вам хотя бы попробовать, если вам не подойдет, вы сможете всегда вернуться к традиционному способу, но прокладки – это то, что я больше не покупаю, могу сказать, что тот лайфхак, который, в общем-то, и возник просто потому, что я уже не знаю, куда эти прокладки деть, а лайфхак о том, что я промакиваю волосы самой обычной женской прокладкой, чтобы волосы быстрее сохли, прежде всего, под феном, чтобы было меньше воздействия на них горячего воздуха, и однозыкница написала мне, какой плохой лайфхак, и так эти прокладки, так же, как и детские подгузники, кстати, загрязняют нам планету, и вот еще один способ вы предлагаете, ну да, я согласна полностью, но этот способ я предлагаю просто потому, что уже некуда мне деть то, что когда-то я купила в пробку. Удобрения для растений я тоже много раз рассказывала, да и показывала свои растения, которых, кстати, стало гораздо-гораздо меньше с момента записи канала, просто потому, что я поняла, что растения в горшках, либо крупные, либо маленькие растения, это все растения, которые требуют моего времени, и его у меня сейчас все меньше и меньше, но раньше я покупала специальные удобрения для своих деревьев, например, которые стоят на террасе, И для комнатных растений также, потому что я видела разницу, когда растения получают подкормку и когда они не получают подкормку. Но однажды я подумала и пришла к выводу, что можно просто свои так называемые биоотходы, биоперерабатываемые отходы, это прежде всего все отходы с кухни, закапывать, закапывать непосредственно в землю, где растет растение, и ты получаешь прекрасное удобрение. Я много раз рассказывала, это удивительно, но факт, но я восстановила кипарис, которые очень сильно у нас пострадали, потому что мы уехали на море, и в наше отсутствие отключился полив растений. Мы приехали, в общем-то, кипарисы были в плачевном состоянии. Мы их оставили только потому, что у нас не было возможности заниматься тем, чтобы приглашать кого-то, чтобы их спиливать. У нас был новорожденный данчик тогда, и, в общем-то, это грязь, это значит присутствие других людей, причем в течение нескольких дней в нашем доме. И мы решили, что мы их оставим на зиму, и за зиму я их смогла восстановить, потому что по весне они уже начали набирать, было уже видно, что они чувствуют себя гораздо-гораздо лучше. Это было очень муторно, мне пришлось постоянно выкапывать эти ямки и закапывать эти био-отходы. Огрызки яблок, допустим, также очень хорошо скорлупа от яиц, от яиц питает деревья, питает растения. Но если у вас комнатные растения, я тоже много раз показывала, можете взять, опять же, остатки яблок, остатки груш, какие-то остатки после фруктов. Это все перемолоть в блендере, разбавить водой, и вы получите прекрасное-прекрасное удобрение. Поэтому, да, удобрение я больше не покупаю. Не могу сказать, что это какая-то значительная экономия, но это, безусловно, очень хороший вклад в сохранение нашей планеты более чистой, и, безусловно, хороший вклад в производство меньшего количества мусора. И даже я рассказывала, как однажды на Инстаграм я зафиксировала, точнее засняла, как я, в общем-то, копаю ямку и туда закладываю био-отходы. Я получила очень много комплиментов и ссылок и запросов на это видео от трех сайтов, которые, в общем-то, посвящены концепции Zero Waste и занимаются ничем иным, как просветительством о том, как можно жить и производить меньше отходов. Поменяла ракурс камеры, вот здесь видно маленький цветок, который стоит. Еще что я не покупаю для себя, я не покупаю для себя шампунь, потому что я решила, что называется, пристроиться к мужу. Я вообще поняла, что концепция одна вещь вместо нескольких, когда ты используешь одну вещь с другими членами семьи, это очень и очень удобно. И таким образом я использую, например, шампунь, либо зубную пасту. Я ее не пользуюсь, но если бы пользовалась, я совершенно точно бы не стала покупать себе отдельно зубную пасту. И очень много таких вещей, которые ты можешь использовать вместе с другими членами семьи, как в моем случае шампунь. Если бы я использовала гель для душа, я совершенно точно знаю, что я бы пользовалась гелем для душа своего мужа, потому что он не согласен пользоваться тем, что выбираю я, в то время как для меня настолько важно иметь малое количество предметов вокруг себя, не дублировать их. Также я являюсь человеком, который умеет читать ингредиенты, я много раз рассказывала очень часто, шампуни имеют разный цвет и разный запах, но состав они имеют примерно один и тот же. Зачастую состав шампуня за 2 евро и за 20 евро, но он практически идентичный, поэтому я не вижу смысла для себя покупать, например, отдельный шампунь. Я выбираю тот шампунь, который подходит, как кажется, моему мужу, я перестала его убеждать, что ему любой бы шампунь подошел, ну и в общем-то пользуюсь тем, что покупаю для него. Спортивная одежда, я много раз рассказывала, что не покупаю себе спортивную одежду, несмотря на то, что сейчас сижу в спортивной, конечно же, одежде, но я имею в виду, прежде всего, спортивную одежду для пробежек, я не вижу никакого смысла делать себя более спортивной, более красивой, более модной и стильной во время пробежек. Я просто использую старую одежду, очень часто старую домашнюю одежду, очень часто одежду в пятнах. Почему я это делаю? Ну просто потому, что я не жалею одежду такую на пробежках и на своем спорте. Я очень часто после пробежки сделаю какие-то элементарные упражнения, и, например, я становлюсь в планку на локтях, и, соответственно, мне нужно то, что не жалко. И, безусловно, старая одежда – это как раз-таки то, что подходит. Такую одежду, конечно же, я вынуждена стирать каждый раз после своей пробежки, и мы все понимаем, что одежда выстирывается очень-очень быстро, и даже хорошая, качественная спортивная одежда будет выстирываться быстро, соответственно. Не вижу никакого смысла мне покупать отдельную спортивную одежду, и я пользуюсь, прежде всего, той старой одеждой, которая у меня имеется. Я также не покупаю себе домашнюю одежду. Я тоже посвящала этому отдельное видео на канале, где рассказывала, что, в общем-то, самая обычная одежда, выделенная в качестве домашней одежды, которая всегда чистая, которая лежит в отдельном каком-то месте у нас, хранится, это то, что подойдет для домашней одежды. Потому что сейчас существует огромный сегмент домашней красивой одежды. Но я рассказывала, что эта одежда почему-то очень часто обладает худшим качеством. Я вообще считаю, что сегмент домашней одежды – это не что иное, как маркетинг, когда нам продают примерно то же самое, мимишное, как принято говорить, очень милое, хорошенькое, пушистое и так далее. Но это вещи, которые некачественные, либо они не отличаются ничем от того, что мы можем, в общем-то, купить за меньшие деньги. Но просто это будут какие-то базовые вещи, более удобные вещи, зачастую действительно спортивные вещи. Они прослужат нам дольше, а стоить будут примерно столько же, сколько сегмент специально предназначенный для дома одежды. Новый телефон и вообще новые гаджеты, которые выходят, я к ним очень равнодушна и, наверное, даже несправедливо в силу своего равнодушия к этим гаджетам включать их в список того, что я не покупаю. Но поскольку я стала блогером, я стала человеком, который непосредственно взаимодействует, например, с новым телефоном. И я также поняла, читая комментарии под своими видео, под другими видео, что сейчас покупка нового гаджета – это прямо-таки какая-то тенденция. Менять свой телефон на новый, когда выходит новая версия того, что ты уже сейчас используешь – это тоже некая реальность современного времени. О том, почему я не покупаю себе новый телефон до сих пор, я запишу отдельное видео, потому что, наверное, это будет интересным примером для многих, кого посещает, как я сказала в начале этого видео, потребительский голод, где я расскажу, почему и конкретно приведу аргументы, которые меня сами смогли убедить и отказаться от покупки мобильного телефона. Подобное видео есть на канале, но зимой я столкнулась, например, с тем, что батарея у меня постоянно разряжалась на моем телефоне, на который я сейчас и записываю. У меня старая семерочка, самая обычная, с минимальной памятью. Но я расскажу, как я вышла из этой ситуации, как эта ситуация, в общем-то, положительно повлияла на то, как я снимаю и как я научилась снимать. Поэтому могу сказать, что новый гаджет, новый телефон, конечно же, не является в списке моих желанных покупок. Я не покупаю себе новый гаджет, новый телефон до тех пор, пока мой конкретный работает гаджет, когда мой конкретный телефон выполняет все функции, которые, в общем-то, телефон должен выполнять у современного человека. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.